Российская Федерация Мы начали специальную военную операцию для того, чтобы остановить восьмилетнюю войну киевской власти против дончан и луганчан. Мы предупреждали о недопустимости военного освоения коллективным Западом территории соседней Украины, что создавало прямую угрозу нашей национальной безопасности. Но Запад раз за разом демонстрировал вызывающее пренебрежение в отношении российских озабоченностей, продолжая приближать военную инфраструктуру НАТО к нашим границам. Думаю, сегодня, спустя год после начала активной фазы украинского кризиса, мало у кого остается сомнений в том, что с Россией воюет не Украина, которая, по сути, растратила свой военный потенциал в первые недели специальной военной операции. А коллективный Запад в лице США и их союзника по НАТО и Евросоюзу. Они не только поставляют Киеву оружие и боеприпасы, но и снабжают ВСУ развединформацией и согласовывают цели для ракетных ударов. При попустительстве и соучастии американцев и европейцев в Киеве формировался и последовательно вооружался по-настоящему авторитарный деспотический режим, который планомерно уничтожал все оппозиционное и все, что хоть как-то можно было увязать с Россией. В стране, где русский язык является родным для большей части населения и которая многовеков находилась в культурном единстве с нашей, такая политика означала, по сути, подрыв основ, связывающих общество и насаждение искусственной парадигмы Украины как антироссии. Все эти годы киевский режим продолжал бесчеловечные обстрелы мирных городов Донецкой и Луганской народных республик. Гибли мирные жители, в том числе дети. Мы регулярно информировали об этом в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею проводили на площадке ООН заседания и встречи, к которым привлекали самих донбассов, давали им высказаться и рассказать о своей трагедии. Представители Российской Федерации. Спасибо большое.